Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Говорун Вадим Маркович, действительно член Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, известный учёный в области молекулярной диагностики, геномики, протеомики и системной биологии, генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства. Вадим Маркович Говорун – автор более 240 научных статей в ведущих международных и отечественных журналах, а также 10 патентов на изобретение. В настоящее время под его руководством реализуется проект по изучению состава микробиота желудочно-кишечного тракта, характерный для жителей различных территорий России. В то же время Академик Говорун активно занимается созданием алгоритмов персонифицированной медицины, трансляцией фундаментальных биомедицинских знаний в практическое здравоохранение. Академик Говорун в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Вадим Маркович. Здравствуйте. Вновь я рада вас приветствовать здесь. В разговоре недавно с другим академиком мы пытались перечислить существующие типы медицин нынешние. Конечно, это доказательная медицина, трансляционная медицина, телемедицина, еще какие-то медицины, ну и персонализированная медицина, которую называют также прецизионной или стратификационной, или 4P-медицины. И если первые названные типы медицин на протяжении десятилетий интерпретируются однозначно, то персонализированная медицина оказалась эволюционной, эволюционирующей и очень подвижной такой вот дисциплиной, если ее можно так назвать. И настолько подвижной, что она все время обрастает новыми смыслами, и даже синонимы, которые я вот упоминала, стратификационные, прецизионные, даже они не всеми уже признаются как таковые. То есть она такая штука все время меняющаяся. Сегодня речь пойдет о поисках моделей персонализированной медицины, и слегка забегая вперед, я все-таки забегу вперед и отмечу, что не просто какие-то отвлеченные модели ищет наш сегодняшний гость, а модели, которые способны встроиться в контекст тех или иных систем здравоохранения. Но на этом я свой анонс заканчиваю. Давайте по порядку, пожалуйста. Сегодня будут немножко несущественны на меня роли, потому что никогда не занимался организацией здравоохранения. Но поскольку, Марина, вы отметили, что действительно современный век насыщен разными терминами, часто без какой-либо под этим подоплеки, то я как-то задумался над тем, вообще говоря, можно ли за один стол усадить разных специалистов и попытаться с ними проанализировать некое сущее, а не понятийное, что-то понятийное, а не словесное. Потому что в производстве слов, особенно когда они заимствованы или плохо переведены с других языков, часто теряется смысл. И на протяжении уже восьми лет моя команда проводит в общем-то далекое, по смыслу проводила от того, что мы сегодня, чтобы обсуждать, конференцию, которая называлась «Постгеном». Вот в 2017 году, когда настал черед проводить очередной постгеном, я думал почти как Илья Муромец, наверное, полгода. Потому что я искал фабулу. То есть, на самом деле, стало очевидно, что с 2010 года, когда первый постгеном состоялся в МГУ, люди в России научились манипулировать с ДНК, секвенировать, снимать спектры. Появилось довольно много биоинформатиков и биоинформатических групп. И это не представляло сегодня, там, вот 18-19 год, не представляет уже такой большой проблемы, как это было в нулевых годах. Но если спросить научных обывателей, что они понимают под персонифицированной медициной, то они, сразу же почти не задумываясь, ну, сказать, такой быстрый ответ, да, блиц, скажут, что это, значит, геномная медицина, потому что вроде бы геном — это наше все. Я так не думаю, поскольку я считаю, что если мы говорим о каком-то конкретном человеке, то действительно подобрать к нему определенные ключи, наверное, сейчас уже, исходя из существующих технологий, не так сложно. Потому что кроме того, что есть различные инструменты анализа этого человека, есть еще действительно телемедицина, второе, третье, энное мнение. И есть коллективный разум, который наши коллеги по информационным технологиям пытаются облечь в алгоритмы искусственного обучения и прогнозирования. Ясно, что мощности и хранилища накопленных исходов таковы, что если человека адекватно оцифровывать, то есть смотреть за его болезнью, то, наверное, если не сейчас, то в ближайшее время можно будет сделать нечто, что будет работать как помощник сначала доктора, а потом и вместо доктора, ну или наряду с ним, или там наравне. Но это не решает проблемы. Потому что любая персонификация, любая медицинская услуга, она либо доступна избранным, либо должна доступна быть населению, и тогда это система. То есть моя логика в этом вопросе и в сегодняшнем нашем разговоре была диаметрально противоположна тому, какие слоганы в основном произносятся и врачами, и молекулярными биологами. Потому что я понял, что если нет системы, то это, наверное, яркий пример. В любом случае механизмы или алгоритмы внедрения чего-либо нового, это, как раньше, в старые добрые времена полагалось, системный подход. Он связан с анализом экономик, мощности этих экономик, процентов отчисления на социальные нужды, культуру населения, истории, демографии, демографических процессов, этносов и многого другого, что при построении той или иной системы обязательно нужно учитывать. Иначе дальше слоганов и каких-то дежурных речевок мы не уйдем. Я выдушевился, это случилось, наверное, весной 2018 года, и понял, что мне пришла в голову мысль, как проводить очередной постгеном. Я скажу несколько слов о том, как это было. То есть, получив эту идею, сначала она родилась у меня в голове, потом я обзвонил своих коллег в разных цехах, я позвонил врачам, позвонил людям, которые работают в биомедицине и просто в биологии. Эта идея их тоже выдушевила, и мы договорились, что мы не будем что-то напрямую заимствовать из каких-то схем китайских медиков или американских, тем более, потому что там все совсем по-другому. А постараемся найти нечто, что бы послужило, возможно, какой-то рекомендательный или каким-то новым алгоритмом для наших чиновников, принимающих решения, куда вообще говоря, все это дело можно встраивать. История постгенома, как я уже говорил в начале своего разговора, своей беседы, она длинная. То есть, мы начали в 2010 году, тут приведена заставка, что это было. Тогда, конечно, первые сообщения различных коллег о геномных проектах или о протеомике, они вызывали неподдельный интерес. Но вот в 2018 году мы практически перекроили фабулу нашей конференции, назвали его почти по-просту, в поисках модели персонализированной медицины. Потому что как там, так и здесь, это, в общем, вопрос скорее экзистенциальный. Это правда. А представители Минздрава были? Были. Были? Были. Конференция собрала довольно много неожиданных участников. Мы не промотировали это действие и не собирались что-то делать специально. Но она является таким своеобразным брендом. Как тут сказано, было больше 500 человек. Только тех, кто зарегистрировался, еще было около 200 слушателей, которые просто слушали отдельные лекции. Ну и, в общем, это довольно представительный форум. А новое в этом форуме заключалось в том, что наряду с людьми, которые работают в биомедицине, там были лечащие врачи. То есть я попытался сделать, в общем, довольно сложную на самом деле процедуру. Это сложная процедура во всех странах мира. Я попытался посмотреть на одну и ту же проблему с очень разных точек зрения. С одной стороны, врачи, которые каждый день сталкиваются с больными людьми, с пациентами. С другой стороны, это люди, которые на самом деле видят пробирки мышей, какие-то молекулы, имиджи или цифры. У них очень разное мировоззрение. И сначала я хотел выступить на пленарной лекции, но это, собственно, будет сейчас материал, который там и излагался. Но потом я передумал и перевел свое выступление в более полемическую форму. Мы организовали круглый стол, куда собрали всех присутствующих, и, как ни странно, в течение почти двух с половиной часов и вашего покорного слугу, и людей, которые являлись модераторами этой секции, а это были в основном врачи и организаторы здравоохранения, разные люди терзали вопросами, была довольно бурная дискуссия. Все то, что вы, Марина, говорили, там, по прецизионной медицине, надо ли менять персонализированную на прецизионную и так далее, все там обсуждалось. И на самом деле было очень много разных точек зрения. Но сначала все-таки о том, где эти корни в этом возможном дереве или слабом ростке, которые должны дать новое качество кардиологии, онкологии, инфекциям и всему остальному, что называется, современной медициной. Понятно, что корни лежат где-то в лабораторных залах или лабораторных комнатах, но там не только в лаборатории мокрого плана, где ведутся эксперименты, но там также абсолютно сухие лаборатории, где люди работают с цифрами. Потому что объем накопленных знаний, в том числе и в биомедицинских исследованиях, он огромен. И это почти неисчислимые запасы, из которых можно долго-долго черпать. Были разные секции у нас, мы рассматривали и регенеративные технологии, и технологии создания новых лекарственных соединений на основе расчетных технологий, и новые лабораторные технологии, они очень важны для любой системы. Потому что реально надо выносить данные, обследования из лаборатории домой или в портфель, ставить их в портфель практикующему врачу. Это может быть частный врач или врач участковый, или какой-то семейный и так далее. И как здесь ясно, была довольно сильно представлена онкология разными выдающимися нашими деятелями. Была кардиология, ну и так далее, была урология, Дмитрий Юрьевич Пушкарь председательствовал там, и он же был один из модераторов круглого стола, ну и была репродуктивная медицина. Я считаю, что это начало, если Бог даст, мы через два года сподобимся на нечто подобное. Я постепенно буду импрегнировать молекулярных людей в клинические секции, и это разница или это дистанция. Ну то есть трансляционная медицина. Да, да, совершенно верно. Ну мы и так и занимаемся в нашем центре, но это должно быть некая... Нет, ну это игра словами. Мы же говорим, мы играем словами. Да, не девизная история, а это должно быть, значит, вот такая обширная массовая активность, которая будет искать варианты. Потому что вариантов этих нет нигде. Это либо некое насильственное выполнение планов. Врачи очень консервативны, они не очень хотят использовать новые технологии, если это не сулит им какой-то очевидный выигрыш. А этот выигрыш нужно все время доказывать. И если с лекарствами в 3D идут огромные компании, которые в каком-то смысле, в том числе и финансово промотируют... Ну они и ответственность, часть ответственности берут на себя. А консерватизм врачей, мне кажется, с повышенной ответственностью может быть связан. Не бояться рисков. Консерватизм здоров, да. Потому что жизнь людей и конечный этап это в их руках. Ну конечно, да. То в случае с различными новыми методами диагностики или какого-то изменения использования препаратов, тут надо думать, как это делать, потому что на самом деле дистанция между приведенными здесь джентльменами и людьми в белых халатах, она огромна. Тем не менее, врачей и врачебная аудитория, потому что где-то примерно треть людей в залах это были люди врачебных специальностей, стали знакомить уже с достижениями трансляции, когда можно с плоспектрометрией или с какими-то там, значит, другими технологиями вот не только исследовать, но и диагностировать. И мне кажется, что это чрезвычайно важно. Таких работ пока было не так много. Их в основном представляли зарубежные авторы. Но постепенно, я думаю, станет все больше и больше, потому что я не случайно привел вам казус 10-го года, когда и сиквенсов высокопроизводительных, и масс-спектрометрия была единичная. Но сейчас стало, в общем, что называется, массовым явлением. Были рассмотрены очень разные аспекты этой трансляции. И микробиотные, и роль протеомики. И на самом деле определенные подходы связаны с выбором противопухолевой терапии. Причем, как с использованием эпидемиологических технологий выступал профессор Ян Любинский из Польши. Так и с использованием того, что называется генетическими тестами. Но, в общем, я не буду пересказывать всю фабулу этой конференции. Многие люди говорили, что она удалась. И если кто-то хочет, есть сайт, можно посмотреть эти доклады. А на сайте Казанского университета есть видеозапись всех лекций. Там можно, в общем, с этим ознакомиться. Теперь я перейду, собственно говоря, к тому, ради чего мы тут собрались. Я выступил в каком-то смысле в такой суицидальной роли, потому что никогда не занимался ни организацией здравоохранения, ни тем более рассмотрением систем. Но я, в отличие от многих других, понимаю, что если не будет выбрана какая-то институциональная форма для того, чтобы подходы персонализации внедрялись в практику, это будет разговорами. Можно бесконечно говорить о нанотехнологии, но если у вас нет заводов, которые занимаются микроэлектроникой, микрофабрикацией, если вы не выпускаете нужные приборы, то это в лучшем случае использование достижения другого народного хозяйства. Точно так же и с персональной медициной. Мы можем определять генетический статус человека, можем как-то интерпретировать эти данные, но нужно, безусловно, делать большие банки данных, в том числе и генетических данных, для того, чтобы создавались, собственно, депозитарии значений, то есть этих профайлов болезни. Чтобы из них выбирать какие-то профили, могущие быть отгаданными в будущем для более точной прецизионной диагностики, постановки диагнозов и, естественно, для назначения очень прецизионной терапии. Поэтому, в отличие от того, что от меня ожидали, я стал изучать устройства общественных систем здравоохранения. Вот такой далекий, повторяет меня, тематический раздел современной медицины, я этим увлекся. Как вы видите, если посмотреть на этот слайд, то за столом сидят очень уважаемые медицинские академики. И сидит Владимир Иванович Стародубов, который большую часть своего времени посвятил организации. Я ему специально для этого позвал. И сидит Дмитрий Иванович Пушка, Александр Григорьевич Шумянцев и Валерий Иванович Сергенко. Два человека, как минимум, работали в разных министерствах и Росздравах. Два либо организуют здравоохранение, либо, как Пушка, является главным урологом здравоохранения. То есть, он отвечает за целый отрасль. И я вышел на трибуну не для того, чтобы как-то обратить на себя внимание, а для того, чтобы скорее, как я думал, быть растерзанным. Потому что, когда человек, занимающийся протеомикой и омиксными технологиями, начинает говорить о системе здравоохранения... Присутствие специалистов по организации. Это может быть пошлое или даже смешно. А в зале, как вы видите, полный зал. Там довольно много людей, которые внимательно за этим слушают и смотрят, и пытаются задавать вопросы. Но меня спасло то, что помимо собственных изучений, у меня еще очень хороший аналитический отдел. И на самом деле мы долго готовились к этой лекции или к моему выступлению. Она была относительно небольшой, потому что были и другие круглые столы, они здесь все представлены. Конференция получилась на удивление, как площадка для хороших, жарких дискуссий, потому что в них рождается истина. Но это то, что я сказал, что лекции на сайте, их можно посмотреть, прочесть. Ну и некоторые из выступавших были у нас в этой программе. И Главишев, и Животовский, и Крумянцев. Безусловно, да. И я начал очень издалека. Вот это, собственно говоря, текст моего выступления. Он совсем никакого отношения к системам не имеет. Но я специально так сделал, чтобы показать аудитории и врачам, и молекулярным биологам, что человек, который обладает какими-то системными знаниями, он совсем по-другому мыслит. Он не мыслит вот этими шаблонами, где определение или там тем более термин что-то значит. Он всегда хочет найти под этим какой-то, как я это называю, эволюционный путь развития. Как это получилось? Я привел коллегам несколько примеров, как достижения в биологии или в естествознании, это быть точным. В конце концов, приводили нас к тому, что сегодня многие врачи называют достижениями медицины. Ну, например, известный пример, когда Фридрих Мишев в свое время описал кислую субстанцию в гнойном отделении, назвал это нуклеином, потом это оказалось нуклеиновыми кислотами, потом ДНК, открытые двойной спирали, первая революция в молекулярной биологии, и теперь уже это ДНК-диагностика. Второй пример – это рождение современной микробиологии. Он так выглядел, этот микробиолог? Да, да, он именно так и выглядел. Трясающе. Я не видел никогда. Левенгог был шлифовщиком линз. Лизер, да, линз. Линз, да. И он был не единственным человеком, который делал это не для микроскопии, а для разных послеповатых людей, для телескопов, для чего угодно. Но он первый догадался посмотреть на фекалии в лужу, и увидел там мириады каких-то двигающихся корпускул, тел, что в конце концов через энное количество лет привело к тому, что люди стали использовать это в практике. То есть знание или понимание того, как это работает, сначала открытие каких-то первопричин, замена преусловутых миазмов на естественно-научные подходы, сделало возможным наличие современной антисептики. Ну а затем привело к бурному развитию микробиологии. Сначала вот как Луи Пастер в области пищевых производств, потому что Франция исконно аграрная страна, там любит хорошую пищу, и Пастер в общем занимался на самом деле вином сначала, а потом уже он перешел к микробиологии медицинской. Ну и конечно классик микробиологии медицинской Роберт Кох, который сформулировал некие постулаты, до сих пор еще не потерявшие своей актуальности. Кроме этого, ну это кажется почти в общем близким к медицине, есть много других людей, которые совсем никакого отношения к медицине не имели, несмотря на то, что они в то время, многие люди были универсальными учеными, и в общем они в равной степени разбирались как в, например, оптике, так и в медицинских вопросах. Но тем не менее, вот то, что здесь специально проведено, это люди далекие от медицинских знаний. И здесь также проведена на самом деле некая цепочка, когда развитие физики, теоретической физики, электродинамики, электричества приводило к тому, что постепенно вот родилось очень много современных, они тут желтой рамочки выделены, методов исследования, которые используются... Чистая физика, без которой современные медицины. Да, за которые, конечно, человечество отблагодарило и Нобелевскими премиями, и большими премиями финансовыми, потому что, ну сейчас почти в каждой крупной клинике есть и приборы для компьютерной томографии, и для, значит, ядерного магнитного резонанса, который называется в медицине МРТ. Ну, чтобы не пугать словом ядерного. Да, но я просто хочу сказать, что многие вещи используются и в науке, и в медицине, и в практике с некоторыми модификациями. И, конечно, очень многие вещи, мы об этом тоже поговорим в конце моего выступления, которые разрабатывались раньше, начиная от различных формул, связанных с уравнениями диффузии, это Эйнштейн и Смолуховский, и кончая на самом деле всеми экспериментами с электрохимией, с химией поверхности, они сейчас человечеством используются в утилитарных целях для создания современных миниатюрных диагностиков, диагностических панелей, чипов и всего прочего. То есть медицина, будучи очень консервативной областью, и в этом идея этих нескольких слайдов, она обязательно приводит к тому, что кажущиеся эмпирические знания, затем научные знания, ею акцептируется, что-то фильтруется, и потом это все переходит по понятным причинам в практику, и уже никто не задает вопросов, почему так случилось. А для конструирования чего-то нового это обязательно, потому что либо вы являетесь конечным пользователем каких-то, и вам не надо думать, как работают принципы, вам надо думать, как работают кнопки. Либо, если вы конструируете что-то, что должно быть оригинальным, вы обязаны знать эволюционный путь. Без эволюционного пути любая светлая идея будет либо велосипедом, либо очередным, либо она будет далека от действительности. Она может быть очень светлой и яркой, но она не будет способствовать прогрессу в том виде, в котором мы это понимаем. Вот видно представление о медицине, как они трансформировали современных египтян. Говорят, что египтяне делали даже трепанацию черепа, но тем не менее современные нейрохирурги пользуются немножко другими устройствами, другими приспособлениями, и у них другая точность. И говоря об истории персонализированной медицины, надо сказать то же самое. То же самое. То есть реально это не изобретение 21 века и даже 20-го. Все эти идеи, все эти мысли давно присутствуют в нашей культуре. Более того, медицина, как это мое личное мнение, она претерпевает некие колебательные движения. Потому что товарищ Гиппократ, он в общем очень точно и ясно, я бы сказал даже афористично сформулировал этот тезис, что нужно лечить не болезнь больного. Современные технологии стандартизации утверждают ровнообратно. Но взамен, потому что на самом деле понятно, почему это вынуждены были сделать. Потому что в 80 или 90 процентов случаев стандартизация является благом. Благом просто потому, что за это заплачено, к сожалению, какими-то жизнями. Потому что из осложнения описано. Нет, он дает алгоритм. Не знаешь, как делать, делай раз, два, три. И эффективности подобного рода мероприятий и устройств. Да, и различных приемов и подходов. Можно, если все стандартизовано, делать на очень больших массивах людей. Да, это усреднение. Да, это возможно изменение некого КПД. Но зато, учитывая консерватизм медицины, мы понимаем, что мы обезопасены от внедрения или использования непроверенных приемов и лекарств. Мы безопасим себя от того, что будут назначены дополнительные лекарства. Потому что на самом деле есть некие рекомендации клинические, что давать, что не давать. И самое главное, мы знаем, что многие десятки тысяч таких же двуногих гомо-сапиенсов излечились. Поскольку, в общем, статистика наука точная. И весь статистический аппарат, который там используется, для этого приспособлен. Я вот в ряду этих людей выделю особенно мудрого. Это такой выдающийся российский клиницист, который на самом деле довольно активно пропагандировал подобного рода подходы России 19 века. И он, как ни странно, подвергался репрессиям. То есть, его коллеги по цеху довольно сильно за это подвергали абструкции. Надо сказать, что, сейчас мы об этом будем говорить, что вообще говоря, на рубеже 18-19 века, а медицинских систем еще не было. Их не было вообще. Врачи представляли собой довольно специфическую когорту людей. Но уже тогда, к вопросу о волнообразном течении истории, было понятно, что более квалифицированными людьми являются не хирурги, а люди, которые занимаются соматической медициной. И если посмотреть на программу изучения медицины в Сарбоне того времени, то надо сказать, что хирурги учились два года. Ну, потому что подразумевалось довольно простые хирургические манипуляции. Надо было знать как-то анатомию и, в общем, обладать какими-то навыками. А врачи учились так же, как сейчас, 5-6 лет. То есть, с тех времен многое поменялось, потому что сейчас возникли эти сложные профессии нейрохирургов и так далее. Там люди учатся десятилетиями и набирают опыт. Но вот учитывая спиралевидность развития этого процесса, можно ожидать, что на самом деле подготовка новых специалистов, которые будут соединять в себе знания по генетике, по молекулярной биологии, по физиологии с гораздо более фундаментальными, чем то, что есть сейчас, причем во всех странах мира, особенно у нас, и лечебных практических навыков заставит вновь пересмотреть подходы к временам и к тому, что мы называем гордо профессией врача. Но, несмотря на то, что знания о медицине 4П, персонифицированные и так далее, теперь уже у нас есть, мы понимаем, что это изобретение античности. Но я сейчас не брал здесь китайские трактаты, и особенно трактаты, связанные с гималайской медициной. Потому что там все это очень хорошо прописано, меридианные точки и многие другие подходы, индивидуальный подбор трав, их комбинация. Это еще предстоит осмыслить, на самом деле, потому что западная фармакология пошла по принципу доказательства действия определенных веществ. Нужно сейчас, чтобы фармакологи выдавали некую молекулу. А восточная медицина, она все-таки больше пользуясь различными природными источниками, преуспела в различных комбинациях. Несколько лет назад Нобелевскую премию, это дали за лечение малярии, по-моему. Либо малярии, либо какой-то простейший. Ну да, да. Да, это конечно так. Но здесь еще, я не сторонник гомеопатии, надо понять правильно, здесь просто, на самом деле, я пытаюсь проиллюстрировать другую мысль, что комбинация разных источников, это путь к лечению сложных болезней, так называемых коморбидных состояний, с которой западная медицина не очень хорошо справляется. Она пытается это компенсировать информационными подходами, но потому что в коморбидных состояниях часто организм страдает болезнями, прямо противоречащими по своей природе. Например, кровотечение и тромбоз, тромбофилия. Вот как тут лечить? То есть, вы даете одно лекарство и можете получить больше осложнений на одной стороне, на другой. А восточная медицина, она все-таки больше подходила к людям, да и подходит сейчас с точки зрения гармонизации разных процессов, то есть какого-то выравнивания. Но, тем не менее, были теоретики, Лерой Худ, совершеннейший теоретик, он никакой не медик, которые попытались это дело как-то в схематичной форме представить. Ну и с тех пор пошло цитирование. Я позволю себе это все опустить, поскольку, на самом деле, думаю, что и в этой студии об этом говорилось много раз. Я не считаю, что те слова, которые сказал Худ, за ним много-много последователей являются неверными. Я просто считаю, что они довольно далеко отстоят от практического их использования. То есть, использование и предсказательности, и персонификации сейчас, и каких-то профилактических мероприятий, выполнение их, основанных на первых двух вот этих постулатах, да, и партнерство, когда значит, каждый пациент или просто индивидуум общается с врачом там регулярно, да. И врач делает вид, что он знает, что происходит с этим пациентом и дает какие-то рекомендации. Это все-таки пока больше абстрактные процессы. Они никак не доказаны. И, кстати, те проекты, которые сам Лерой Худ инициировал по 4 по медицине, их нельзя назвать успешными. Они, как сказать по-русски, трункировались. То есть, они остановились. Потому что, на самом деле... Ну, им уже лет 10, как минимум. Да, но они не были выполнены. Он хотел сделать 100 тысяч. Да, да. Он не собрал этих данных, потому что врачи не очень охотно их отдают. Это же все-таки данные из частных практик. Это большая проблема. И есть скептики. Ох, Евгений Давидович. Да, есть скептики. Евгений Давидович написал большой обзор несколько лет назад. Вот я его цитировал на постгеноме, но не для того, чтобы как-то выразить скепсис относительно этого. Я просто проиллюстрировал это разными, значит, так сказать... А, в общем, Евгений Давидович-то знает, что такое геномная помощь. Да, конечно. Я просто для наших зрителей поясню. Это один из столпов, на которых держался отечественный проект «Геном человек». Это кто вместе с Мерзовеком, с Киселевым, с Баевым начинали российскую часть генома человека. Да, и эти скептики, в общем, абсолютно правы. Потому что они рассматривают разные тезисы, выдаваемые апологетами персональной медицины. Но, как вот тут видно, есть важная одна история. Евгений Давидович говорит о том, что не произошла пока. Он просто констатирует больше смену парадигмы. Другие люди, например, как Дерри Гезерер, говорят о том, что системная биология пока не дает нужного желаемого холизма, то есть целостности, представления человека как человека. Потому что, на самом деле, но это немножко тема другой, наверное, передачи. Врачи же ведь не знают, что такое нормы на молекулярном уровне. И как можно построить персонализацию, не имея точки нуля. Вот представление эволюционных, значит, любого процесса в эволюционном контексте или в контексте историзмов подразумевает еще под собой какие-то системы координат. Если мы говорим о том, что мы что-то профилактируем, или у нас какие-то показатели выдают наступление заболевания, то мы просто обязаны сказать, что мы разобрались с тем, что измеряя энное количество параметров, мы их можем интерпретировать как нормальное состояние, а этого нет. И этого нет ни у кого в мире. Поэтому, скорее, больше концепция персональной медицины, которую произнес Лерой Худ в свое время, она была красивой комбинацией слов, действительно завораживающей, очень логической внутри. Привлекательной. Привлекательной. Но она не содержала никаких базовых элементов, которые еще предстоит построить. Я не говорю, что это невозможно. Я говорю просто о том, что это огромная работа. Это очень большой проект. И я думаю, что на самом деле, возвращаясь к поискам чего-либо, мы должны думать здесь об неких национальных инициативах, потому что китайская норма или американская норма будет отличаться от того, что есть, например, в крупных российских городах или в глубинке. Это все, возможно, целая область значений. Как и в любом параметре. Если лаборатория определяет что-то в качестве лабораторного теста, иногда разброс этих значений намного превышает даже среднее. Есть параметры, которые очень сильно варьируют. И это все признано нормальным. То есть, некими индивидуальными реакциями. И в этом смысле я допускаю, что очень много таких матриц значений могут представлять собой абсолютно нормальное состояние человека, но их никто не знает. Поэтому строить персонализацию, а уж тем более говорить о прецизионности, без точки, которая называется точкой нуля, по меньшей мере, немножко странно. И второй момент, который тут очень важен, кроме того, что нет холизма, он заключается в том, что мы фенотипически, за что цепляются многие люди. Что генетика во многом определяет нашу судьбу. Но, к сожалению, наш фенотип – это довольно сборное понятие. Тут есть и быстрые, экстренные, спорадические эффекты воздействия. Есть просто длительное влияние среды на нас. И поскольку мы люди высокоорганизованные в психическом плане, есть влияние социальной среды, информации той же самой. И сводить все или многие процессы к исключительно генетическим терминам вряд ли возможно. Это уже всем понятно. Известен казус того, что ГВАСы, то есть эти ассоциированные полногеномные исследования, мало что дали. Они дали слабые ассоциации, но надежда на то, что ГВАСы дадут какую-то очень важную информацию, пригодную для практики, они не оправдались. Хотя были затрачены миллиарды долларов. Это были очень большие исследования. И там результаты, конечно, не представляют какие-то сомнения с точки зрения достоверности, но они сложно интерпретируемы в практической области. Поэтому Келлер в свое время высказал так, что, конечно, генетические факторы очень важны, но клетки чувствуют еще и окружающую среду. И понятно, что мы пока не можем предсказывать, как. Это слишком сложная сетевая система. И уровни организации, мыслители, которые об этом думают, к сожалению, не заканчиваются клеточным уровнем или каким-то даже физиологическим. Как я сказал, это сложные, часто не очень рекуррентные даже и реципрокные взаимоотношения между психикой, нервной деятельностью, физиологией и так далее. Когда я говорил о том, что на рубеже 18-19 века у нас как-то еще не было систем, я говорил это не сам, я ссылался на выдающегося мыслителя 20 века, французского восхождения Мишеля Фуко, который много что исследовал в своей жизни как философ и культуролог, но он еще написал такую довольно небольшую брошюру, которая называется «Рождение клиники». У него еще есть «Рождение тюрьмы». То есть он исследовал разные отправления человеческого бытия в контексте того, как возникают системы. Институции, да? Да, это институции. И я довольно много оттуда подчеркнул, потому что книжка для меня кажется довольно важной, в том числе он говорит о том, как переходили врачи средневековья, алхимики, какие-то знахари постепенно к каким-то элементам, позволяющим сначала сделать систему хоть какое-то, да, представление о человеческих страданиях. Но кроме криков, болей и агонии возникали более тонкие симптомы. Эти симптомы сливались в синдромы, они как-то классифицировались. Но это было потрачено не одно поколение трудов. Затем возникали, вот упомянутая мною Сарбонна, да, некие факультеты, которые на основании накопленных знаний проводили подготовку этих специалистов, там им на самом деле в таком образовательном порядке уже прививались навыки и практики. И эти факультеты одновременно являются еще центрами начала административного конструирования. То есть министерство, но по нынешнему здравоохранению или департаменты появились газы позже. То есть, как ни странно, первая система здравоохранения, когда люди собирались на какие-то коллегии, что-то обсуждали, клинические случаи, они возникли на платформе образовательной, а не на платформе. Я советую вам эту книжку посмотреть, она довольно интересная. И там, в общем, много что можно для такого размышления подчеркнуть. Мы не одиноки в этом мире. Дальше, собственно говоря, я вхожу в самую сложную историю, да, а как, собственно, это может быть. То есть, если мы подойдем к этому, что мы хотим, вот нам, допустим, кто-то дал задание построить в России модель персонализированной медицины, как угодно, прецизионной, цифровизованной, какой угодно, то куда мы, собственно, будем это все давать? Мы не будем давать, как описывал Мишель Фукова, это каждому врачу, потому что мы не преподаем в Сорбонне. Может быть, там-то это и получилось бы. Но мы должны как-то понимать, хоть теоретически, как из микроскопа Левенгука получилась соответствующим образом современная микробиология и многие другие методы исследований. Кстати, я там забыл упомянуть, что это еще вся гистология, эмбриология и многое другое. Так вот и здесь. То есть, что предсуществует, насколько эта система готова быть акцептором, то есть, по каким направлениям это нужно внедрять. И самое главное, наверное, что это даст. Потому что даже если, как здесь написано, экономические показатели сегодня не позволяют это сделать, мы знаем примеры, когда государство, оно на то и создано, выделяет значительные инвестиции, сейчас есть национальная программа здоровья, онкология, что даст внедрение тех или иных принципов и систем для населения. Потому что система здравоохранения это для населения. И здесь, на этом слайде, показаны некие критерии, по которым, вообще говоря, любое деяние можно оценить. Например, мы можем утверждать, что вследствие, например, внедрения специализированных IT-технологий, выделения определенных резкого увеличения сигнований на душу населения и образования врачей, мы достигнем определенного охвата этими услугами, например, 80 или 90% населения. Или это будет свойство Москвы, Ленинграда и каких-то еще трех-четырех крупных мегаполисов и все. Если мы выходим за околиусы этих мегаполисов, то там люди орудуют по-прежнему технологиями 20-летней или 30-летней давности. И ничего не происходит. То есть мы говорим о том, как на самом деле накопленные знания в Российской Федерации, накопленные навыки врачей, система образования, которая готовит будущих докторов, система подготовки населения через различные информационные и коммуникационные каналы, как она может дать некий эффект. Согласитесь, что чем больше, как и в случае с омиксными данными, параметров мы вынуждены учитывать, тем больше мы должны думать о системе. Вот, собственно, это все привело меня, когда я размышлял, к неизбежности того, что я должен начать изучать. А что вообще, говорит, человечество сделало? И разговор у меня был примерно такой сам с собой. Но если я понимаю, как возникли МРТ и КТ, и как возникла геномика, то, наверное, какие-то люди не менее способные, чем люди, которые конструировали и открывали эффект ЭПР, как Завойски, думали и об этом тоже. Они наверняка были в истории человечества, потому что был Гиппократ, Мудров, Боткин и многие другие у нас, и много талантливых врачей в других странах мира. Неужели никто не думал о том, как те или иные вызовы цивилизации обратить в некую систему, которая может работать? Я смотрю на правую часть слайда, она же не просто так. Да, это просто показывает такую довольно интересную штуку, что мы являемся еще чрезвычайно встроенными до сих пор в большую экосистему. И когда мы говорим о медицине, то мы должны учитывать простую вещь. Нарушая или способствую вымиранию многих видов, мы, к сожалению, должны учитывать и этого. Если мы холисты, то есть мы придерживаемся такого мнения, что любая система, разрушая что-то, а любая система отменяет, как на предыдущем слайде с этого очень быстро начинает и резко не хватать. Этот дефицит, на самом деле, ведет к ухудшению того, что есть, а не к улучшению, как планировалось. Я стал, в общем, собственно, читать различную литературу, которая вот тут привезена. Систем на самом деле немного. Первым, кто, значит, задумался о том, как сделать систему, был Бисмарк. Ну, это великий человек, действительно, объединитель Германии, человек, который выиграл у французов войну и, в общем, как-то вернул Германии геополитическое положение как целому государству. Он также думал о том, насколько растущий капитализм, то есть скучность людей, фабрики, заводы, демографический прирост, его надо обслуживать. И он сделал довольно просто. Он, на самом деле, взял и законодательно обязал всех работодателей создать медицинскую кассу. Но не в том виде, в котором она сейчас существует. Он просто обязал их оплачивать лечение своих работников. Раз ты их эксплуатируешь, будь добр, плати. Да. Не лечи, а плати. Плати, да. Да, да, да. И поэтому изначально в Германии развивалась частная медицина. То есть было много частных врачей, уже достаточно хорошо образованных, которые на самом деле жили вот через эти больничные кассы, предоставляя услуги. Но, к сожалению, это, как всегда бывает, даже не было компьютеров, автоматических всяких там средств учета. Вот как здесь написано в двух последних пунктах, это все-таки привело к тому, что все довольно сильно забюрократилось. Хотя эта система до сих пор еще жизнеспособна, с некоторыми изменениями она в некоторых странах используется и работает. Но у нее, конечно, появилось много производных, потому что появились социальные отчисления, возникли налоги, которые государство косвенным или прямым образом использует для датирования особенно очень дорогостоящих методов здравоохранения. Появилась необходимость поддерживать палеотивную медицину, потому что идеи гуманизма окончательно победили в странах развитого капитализма и так далее. Тем не менее, Бисмарк был, пожалуй, первым, кто после рождения клиники как системы, то есть под клиникой как системы я понимаю системы клинических знаний, то есть перевод определенных нозологий и определенных болезней в критериальную форму, наличие тех или иных симптомов, потом наличие методов диагностики, проведение патологоанатомических вскрытий для подтверждения этих, значит, поставленных случаев летального исхода. То есть постепенно сначала рождалась клиническая система, а потом система здравоохранения, куда клиники были интегрированы. Неважно по какой форме собственности, частной или это были какие-то общественные клиники или больницы, но тем не менее это вот происходило именно таким образом. Третий человек, это, по-моему, он был бароном, да, значит, Уильям Генри Беверидж, он это все придумал на самом деле для населения Великобритании, которая тогда была Британской империей, но, значит, на самом деле многие вещи он посмотрел в СССР. И это для меня было довольно удивительно, в миуарах он это пишет, что тогда уже, поскольку Советский Союз после разрухи гражданской войны был вынужден бороться с дичайшими проблемами в системе общественного здравоохранения и здоровья, то, как ни странно, как это часто бывает в нашей стране, она дала тех своих сынов, которые начали, я считаю, что с революционным напором конструировать нечто особенное. И вот многие последователи, какие-то элементы, значит, того, что было сделано в Советском Союзе сразу после, значит, революции, они были подсмотрены. Ну, в частности, была подсмотрена система сбора средств в виде налоговых поступлений, ну, правда, еще и с частного сектора, конечно, да, если в России это просто было. Да, этого и не было. То есть здесь, значит, Берриш очень ратовал за государственную медицину, за создание муниципальных больниц. И он ратовал за то, чтобы на самом деле снизить расходы на здравоохранение, а не повысить их. Потому что он считал, что вот эти вот меры гигиены, ну, надо не забывать, что все-таки в середине 20-го века люди в основном боролись с инфекционными заболеваниями. Структура смертности и заболеваемости была несколько другой, я об этом чуть позже расскажу. Поэтому это вот вторая система, которая на самом деле строится на налоговых отчислениях, поскольку и она работает довольно просто, в отличие от системы Бисмарка, потому что у Бисмарка можно было сделать как очень богатая компания, ну, например, IBM или какой-нибудь Facebook, или там Apple, у которого триллион, он может сделать для своих работников, всех по миру, если так решит борт или владельцы, очень дорогую медицину. Но только для своих... Ну, и Газпром. В этом смысле, да. Ну, так это, собственно, и есть. А в системе национальных, в национальных системах взрывания так уже не получится, потому что надо делить на всех. И вот Беверидж был для западного мира одним из тех конструкторов, который постарался путем маневрирования на налогах, на спонсорских отчислениях, на фондировании различных исследовательских программ в медицинской области, это тоже было создать нечто, что... Он врачом не был, просто помните. Нет, нет, нет. И есть система, которая провалилась, на которую пришел к власти товарища Обама, это система медицинского страхования в США. Но здесь, собственно говоря, все довольно просто, в каком-то смысле это подходит на, значит, то, что сделали в СССР, только с одним исключением. Каждый человек, который работает, обязан иметь страховку и все время платить. И Обама как раз хотел сделать так, чтобы система здравоохранения, потому что до его прихода она не была универсальной, она стала общедоступной. То есть он хотел, одновременно увеличивая расходы на здравоохранение и увеличивая объем страховых взносов и охвата по обязательному медицинскому страхованию, сделать доступным для всех штатов. В Америке есть еще большая проблема, поскольку заказательство в каждом стать свое, то там довольно сложно на федеральном уровне всем этим управлять. В итоге получилась очень дорогая система, и следующий президент от нее потихонечку отказался путем нескольких актов и законов. Ну а теперь мы переходим к тому, что меня совсем потрясло, потому что на самом деле, как я уже сказал, многие велосипеды придуманы в нашей стране, они просто не используются или потом сломаны. А был выдающийся человек, который на самом деле был министром здравоохранения, звали его Симашко. Надо представить 18-й год, педикулез, сифилис, тиф, инфекционные болезни. С этим надо что-то делать, потому что это эпидемия. И реально никаких врачей сбежали. То есть царские врачи, многие эмигрировали вместе с белыми армиями. В общем, как-то ему предстояло решить сразу много задач. Если западные системы эволюционно развивались, и разруха, ну при всех обстоятельствах, там тоже были войны, все-таки не приводило к таким удручающим последствиям, то наша страна выделялась сильно. Надо было делать хоть что-то, чтобы все просто не вымерли. Потому что тогда, в 18-м году, ну в 20-х годах не было ни эффективных антибактериальных средств, ни средств диагностики быстрой. Многие вещи, как мы знаем, решались путем приглашения немецких докторов. То есть как-то не хватало просто нужных специалистов, потому что, в общем, с властью не все сотрудничали. И вот Семашко приступил к построению очень продуманной, поэтому, по-видимому, сложности и, значит, угрозы очень мобилизуют. Очень дифференцированные системы оказания помощи. Это было новым, принципиально новым для любых систем здравоохранения. То есть он понимал, что не все услуги мы можем, физически можем, потому что не хватает просто людей, оказывать на уровне врачебного высококвалифицированного труда. И поэтому он разбил все заболевания на группы, ну учитывая их структуру, характер, какие-то частоты и так далее. И он построил то, что, значит, в 73-м году Всемирная организация здравоохранения была признана лучшей системой здравоохранения. Не по качеству, а по своему, как бы, дизайну и как система в мире. Не случайно Беверич понимает, что многие элементы копируют отсюда. Как мы видим, здесь есть свои какие-то, значит, элементы, ну, в частности, ФАП, это фельдшерско-акушенский пункт, где потом есть участковая поликлиника, затем районная больница. То есть есть уровневые по специализации, по квалификации и по охвату населения. У нас страна еще очень большая, с тяжелыми коммуникациями. Так вот, то, что сейчас оптимизируется, на самом деле было построено таким образом, что практически в каждой деревне существовал какой-то представитель медицинской профессии, чтобы хоть первой помощи оказать первую помощь. Это было сделано, я не буду сейчас здесь говорить, какими методами, но ему удалось очень быстро и эффективно справиться и с педикулезом, и с тифом, и с сифрисом, не имея, повторяя, ничего, кроме некоторых препаратов свинцовых или висмута. То есть это все происходило без антибиотиков, без пенициллинов. Но вот он смог это сделать. То есть на самом деле многие эпидемии, они довольно быстро сошли на нет, снизившись ниже эпидемиологического порога и так далее. Ввел в идеологию понятие участкового или участкового терапевта или педиатра, как в общем прототипа. Но это он брал от земских докторов. То есть Семашка в полной мере был эволюционистом, причем в своем революционном характере. Потому что на самом деле, когда ты читаешь, что было сделано в то время, ты понимаешь, что была земская медицина, это были семейные доктора, это стало участковым терапевтом. Конечно, он был зажат в средствах, потому что земство и земские доктора складывались десятилетиями, благодаря многим реформам, многим, так сказать, и они, конечно, с крестьянами имели не так много контактов, как это сейчас показывают в разной литературе. Но тем не менее, понимая, что такого уровня врачей у него нет, он это все упростил, но тем не менее, он сделал систему, которая очень эволюционно выходила из дореволюционной. Потому что на самом деле, наш институт находится около Новодевичьего монастыря, это было целое Новодевичье поле, медицинский городок старой Москвы, и там поэтому очень много медицинских учреждений. До революции уже в Москве было много клиник, лечебниц и больниц, но это была такая же Москва, это вторая столица. В Петербурге так же все, в общем, более-менее происходило. Люди решали, тем не менее, задачу представленности медицины в губерниях. Причем в губерниях, где губернские города довольно далеко отстояли от мест проживания. Россия-то была аграрной страной с сельским населением, с програми сельского населения. Поэтому эта сетевая система зебства, задержавшись в доиндустриальном периоде, она вот семашка была в полной мере исследована. Это для меня было одним из открытий. То есть кажется, что он все взял, сел и придумал. Я не случайно поэтому привел первые слайды по эволюции. Люди раньше были гораздо умнее нас, они сначала смотрели назад, потому что потом думали, как это трансформировать. И как я уже сказал, в 70-х годах эта система была признана одной из самых эффективных. Она здесь вся представлена. Это действительно пирамидальная система, которая включала в себя все элементы того, что сегодня Лерой Худ и его последователи называют «патисепетри» или «профилактика», «прецизионность». Там действительно была система профилакториев, система реабилитации после перенесенных заболеваний. Надо сказать, что Советский СССР об этом очень сильно заботился. Она, может быть, была недоступна для всех, но, по крайней мере, она развивалась. И человек, который перенес туберкулез, он не сразу выпускался в мир, он имел право на реабилитацию в специализированном санатории, специальным питанием, со всеми другими вещами. Значит, да, она была бесплатной. Она была бесплатной для населения, что, конечно, была большая революция. Но, с другой стороны, это и сдерживало ее развитие. Потому что реально дорогие технологии и многое другое просто не хватало денег. Но вот на уровне участковых, на уровне консультаций различных женских и других, на уровне диспансеров специализированных противотуберкулезных, дерматов, нейрологических, она работала и была развернута на всей территории Советского СССР, не только Российской Федерации. И она фильтровала людей, то есть были построены так называемые маршрутизаторы, которые фильтровали людей в зависимости от тяжести заболевания, и эти люди неизбежно попадали в специализированный центр. Сейчас другой вопрос, как это работало на уровне квалификации этих врачей, но, тем не менее, это было так. Эту систему начало ломать улучшение нашей жизни, поскольку Симашко-то работал в то время и начинал свою деятельность на посту министра здравоохранения, когда инфекционные заболевания были главными. Известный факт, я не очень в это верю, что изобретение пенициллина и антибиотиков увеличило в два раза продолжение жизни, там на самом деле все-таки много факторов. Но, тем не менее, действительно, средний возраст людей в России до революции, 45 лет, сейчас все-таки это 60, в полтора раза уж точно. И как следствие того, что появились продукты питания, исчез голод как явление с 30-х годов, затем все-таки условия жизни, меньше стала скучность, появилось индивидуальное жилье вместо коммуналок в крупных городах и так далее, и так далее. Оно привело к тому, что с 70-х годов стала меняться структура смертности. То есть, на самом деле, возросла сложность клинических задач. Если раньше наше существо болело в основном и умирало от инфекционных заболеваний, то теперь это основным стало сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые. Онкология, роль ее даже до сих пор она немножко преувеличена, потому что при всех достижениях по сердечно-сосудистым заболеваниям, все равно это первое и с далеким отрывом причина смертности. Слава богу, увеличивается время их наступления. То есть, если раньше инфаркты посещали людей в 50-60 лет, то теперь это 70-80. Но, тем не менее, все равно сосуды и сердце являются абсолютным чемпионом по количеству поломок, ну и инсультов, а не онкологические процессы. Это совсем другая медицина. Это совсем другая медицина. Она требует совсем других инвестиций, совсем других квалификаций. Ну, не так много все-таки кардиохирургов и всего остального. Надо не забывать, что только в последние, может, 10 лет стали широко распространяться процедуры эндоваскулярные, сцинтирование. А до этого... Это очень сложно, это опираться на открытом сердце, требуется аппарат искусственного прообращения, многое другое. И врачей стало не хватать. Потому что Семашко что сделал? Еще при всей своей гениальности. Он в 30-х годах, понимая, что есть жуткий дефицит кадров врачебных, сделал медицинские институты. До революции врачебная специальность была прерогативой университетов. И врачи, естественным образом, и в России тоже, как во всех странах мира, получали университетское образование. Они готовились, как, в общем, люди целостного мировоззрения. Но вот такая потребность в России, она верна, к сожалению, не только для врачей, у нас было больше всего тракторов, там, по-моему, танков и чего-то еще. То есть погоня за количеством, естественно, привела к серьезному упрощению образовательных программ и, как следствие, подготовки. Ну, потом война, тоже требовалось много там военно-полевых хирургов, их естественный убыль. То есть, на самом деле, Семашка вынуждена перешла к тому, от чего сейчас мы потихонечку отходим. Потому что сейчас статистика уже такова, что половина врачей готовится в университетах и половина в вузах, которые тоже называются университетами, но они не что иное. Ну, медицинские, да. Да, но они медицинские институты. Как бы Минздрав там не боролся за свою пророгативу над всем властвовать. Тем не менее, практически в каждом крупном университете на территории Российской Федерации есть уже медицинские факультеты. Либо фундаментальная медицина, либо просто медицина, либо какой-то еще медицины. И это очень хорошо, потому что, на самом деле, мы просто, говоря о пульсациях, возвращаемся в прежнее время, когда новыми знаниями врачи становятся более подготовленными к формированию новых подходов. Ну, в самом деле, вряд ли в медицинском институте, даже очень уважаемом, могут серьезно готовить людей в области физики, генетики или биохимии. Им просто это не нужно, потому что наличие стандартных подходов подразумевает под собой наличие стандартных логарифов. А персонификация подразумевает под собой совсем другие знания. Это один из тех вызовов, которые неизбежно любой нации придется принять и как-то побороть это. Это резкий скачок в образовательном процессе. Пока этого не делается. Мы можем сказать о том, что да, мы, наверное, либо что-то изобретем, но сейчас мы к этому перейдем, либо просто за счет технологического развития, то есть за счет новых левенгуков мы сделаем что-то, что станет общедоступным и используемым. Но если мы оставляем врача как врача, его роль, то нам нужно понимать, что врачи должны быть немножко по-другому образованы и смотреть на жизнь. И вот этот слом привел к тому, что примерно лет 15 уже последних систему Симашко сильно ломают. Сильно ломают. Еще не долго ломали? Ну, сломали почти навсегда, да. Потому что еще есть некая пирамидальность. У нас введена одноканальная система финансирования. То есть мы перешли на смесь Бевериджа и Обама Кер, поскольку реально ОМС, то есть это, собственно, страховки, страховые взносы, страховые отчисления. Ну, не будем сейчас говорить, как они там покрываются деньгами, но тем не менее это страховая медицина. Она, конечно, уже не бесплатная. То есть она для населения бесплатная, конечно, но она задержит под себе довольно большие ресурсы. И там есть тоже система маршрутизации. То есть она, вот, вроде бы систему Симашко сломали почти до конца, но тем не менее она все равно присутствует. Потому что все-таки кардиохирургическая операция делается в специализированных центрах или там специализированных отделениях. И маршрутизация всегда существует. Как на уровне областей, так и, естественно, в федеральном уровне. У нас есть очень авторитетные и сильные центры медицинские, куда стекаются... Нет, но вот что касается сосудистых, эти сосудистые центры, они сейчас действительно эффективно работают. Да, конечно. Вот это, собственно, да. То есть маршрутизация существует. Есть такая достоверная статистика. Есть. Да, да, я об этом сказал. Но есть и другое, что может заменить отчасти труд врачей и может, на самом деле, начать как-то реализовывать путь, построенный либо на цифрах, либо на постулате персессионной медицины, либо прийти к персонификации. Это реально вынес диагностики за пределы врачебного контура. Вот как сложно врачи сражаются с представителями других областей, потому что они консервативные, так, конечно, они выстроили редуты на этом ряду. Тем не менее, каждый из нас, надевая датчики в виде часов, в виде кардиомониторов, в виде каких-то других устройств, делая селфи, рассматривая свое лицо и складируя это в своих облаках, участник этого процесса уже сегодня. Это происходит, как бы врачи не сопротивлялись. А коли так, остается еще добавить к этому миниатюрные УЗИ-аппараты, прототипы уже сделаны, которые будут, на самом деле, не больше ручки, потому что это просто датчик, все остальное это либо ваш гаджет, либо настольный компьютер. И сделать какое-то количество устройств, предназначенных для домашней диагностики, которые бы работали как лаборатория. То есть, не отдавать пробирку куда-то, а просто самому производить контроль. Это приведет, конечно же, к определенным переворотам, но переворотам либо, как говорил Фуко, до какого-то момента разрыхленным и неорганизованным, либо будет рождение новой клиники, часть из которой будет просто дома. То есть, реально, система Симашки, по моим представлениям, собственно, это и я и привожу здесь, она наиболее четко и полно подходит под концепцию персонализации. Будучи многоуровневой и продуманной идеологической с точки зрения оказания помощи и профилактирования, она просто некоторые элементы должна делегировать людям. И дальше уже в силу своих способностей, в силу своих финансовых возможностей, человек сам, проводя самотестирование, общаясь с компьютерными ассистентами, он принимает решение об обращении к доктору на каком-то этапе. И более того, доктор совместно с компьютерным ассистентом или со специалистом в IT-медицине может налаживать социализацию этих людей, вот откуда рождение новой клиники, для того, чтобы реально собирать эти данные и вести свой протокол от начала, то есть когда принимается решение, до момента первого поступления в больницу, если таковое понадобится. Вот к какому удивительному, на мой взгляд, заключению я пришел. Я пришел к тому, что на самом деле некоторые системы, которые и существовали, и существуют в современном мире, гораздо лучше приспособлены для формирования новых моделей в медицине, чем то, что может быть изобретено. Как в свое время Гиппократ все рассказал нам в виде слоганов и в виде подходов для инспекции людей, а не болезней. Это довольно важная философская история с пониманием уже в античности меры индивидуальности при наступлении тех или иных казусов, связанных с заболеваниями. Так сейчас, посмотрев на те системы, которые почти сломаны, у нас многое было в 90-е годы почти сломано, мы можем запустить прогресс, вернувшись назад, а не изобретая нечто, что будут делать крупные компании. Потому что, повторяю еще раз, кто бы этим ни занимался, IT-гиганты, маленькие IT-компании, потому что это же часть бизнеса, чиновники в различных комитетах или в министерствах, они будут изобретать нечто, что точно уж не покрывает таким большим колпаком наше население, как нечто, что придумал Симашко. Потому что он решал очень грозные задачи по вымиранию населения и решил их. И та система, которая работала до смены тысячелетий Российской Федерации, она уж точно показала свою жизнеспособность. И в этом смысле внедрение туда новых гаджетов, новых технологий не на уровне специализации, как здесь написано, а на уровне первичного звена, который занимает 9 десятых любой системы здравоохранения. Кажется абсолютно оправданным, потому что на самом деле наш век технологический, где все становится очень доступным, и пульс, и активность, и технологии изучения изображения, и различные датчики, которые сейчас пока еще не настолько миниатюрны, но они будут все более-более миниатюрны. Они просто знаменуют то, что требуется некая система, куда это все может быть вложено. Без дополнительных слоганов и девизов, без фокусировки на том, что генетика является абсолютно основой всего. Да совсем нет. Главное при рассмотрении любой системы, чтобы она работала. Будет ли там генетика, или это будут на самом деле приемы, которые связаны с использованием кремниевых матриц, или, например, анализа изображения лица, это уже совершенно не важно. Население уж не важно точно. Вряд ли кто-то сегодня из врачей в массовом порядке прочтет данные генетического скрининга, а уж у населения это вызовет безусловные затруднения. Это у меня всегда возникает вопрос, когда пытаются люди заказать себе геном. Да. Поэтому я сказал вам о своем очень локальном взгляде на эти вещи. Это не отрицает, безусловно, построение подобного рода конфигурации для состоятельных людей, которые платежно способны, у которых есть полисы дополнительного медицинского страхования. И там сумма услуг, которая им может быть оказана, исчисляется на самом деле сотнями тысяч долларов. Это все, конечно же, доступно уже и сейчас и не представляет какой-то трудности. Главное, если это явление, оно должно быть массовым. А вот построить массовое явление без системного подхода, без продумывания тех или иных узлов, их тщательной апробации, просто невозможно. Я не против конкуренции, скорее наоборот. Это, в общем, движущаяся сила. Но я за то, чтобы все это многообразие придуманных и придумывающих программ компьютерных, различных интерфейсов между экономикой и человеком, различных гаджетов, которые, на самом деле, легко доступны и, в общем, уже находятся в обиходе. То есть, все это можно было инкомпорировать, использовать, задействовать? Чтобы система это поглощала, и чтобы люди, которые получают у этой системы медицинские услуги, постепенно становились этими пользователями. Пользователями. От скорости того, как люди будут встраиваться в эту систему, зависит, на самом деле, чемпионство той или иной страны в подобного рода упражнениях. Потому что, реально, не все население, не во всех странах хочет больших контактов с врачами. В некоторых цивилизациях врач является одной из высшей ступеней эволюции, как, например, в Германии. В некоторых к врачам отношение достаточно своеобразное, и это, скорее, ургентная история, а не постоянная. Ну, так устроена культура, так почему-то сформировалась на протяжении десятилетий. Это, наверное, будет меняться, но сейчас, собственно, мы знаем такие примеры как в одном, так и в другом случае. Наша страна делала и построила, это самое главное, не просто идея, некую систему, которая при рассмотрении других систем, которые есть в мире, не выглядит обшарпанной и устаревшей. Наоборот, она выглядит очень универсальной, и надо перестраивать не саму систему взаимоотношений, а наполнение частей, на которых, собственно, она стала отказывать. Вот тот ход Симашко, вынужденный в 30-х годах по быстрому образованию врачей, привело к тому, что, к сожалению, через 40 лет эта система стала давать сбои. У нас катастрофически стало не хватать ни участковых врачей, а людей, которые оказывают высококвалифицированные услуги. Сейчас во многом эти вещи восполняются, но я не скажу, чтобы по всем медицинским специальностям у нас был очень ровный состав. Это еще предстоит сделать, и уж точно это предстоит сделать применительно к новым технологиям, потому что без этого, без понимания того, какая связь между микроскопом Левенгука и, например, какими-то современными методами диагностики и визуализации, нельзя будет построить новое. Пользоваться, наверное, будет можно, но построить будет нельзя. Все? Спасибо. Спасибо большое. В этой рубрике я толкнусь от ваших последних слов про нашу страну, которая не выглядит обшарпанной. Сейчас вы поймете, почему. Буквально накануне нашей встречи был опубликован доклад группы американских экспертов-аналитиков, в котором утверждается, что мировой рынок персонализированной медицины с 2019, то есть с этого года по 2025 годы, будет расти со среднегодовым темпом 9,5%. Мой вопрос, есть ли возможность как-то оценить вклад России в этот глобальный, очевидно, процесс? У меня нет такой возможности. Я знаю, что есть много групп, которые думают об IT-медицине. Это тоже одно из направлений, которое, безусловно, идет в копилку персонализации. И на рынке IT-медицины, безусловно, присутствуют глобальные продукты, сделанные крупными концернами. Есть российские аналоги, самые известные, это Mail Group, Mail Здоровье, по-моему, как так называется, Яндекс.Здоровье точно есть. Есть группы поменьше, но не менее специализированные, которые пытаются сделать отечественные IT-медицинские продукты, связанные персональным учетом здоровья. Понимаете, в нашей стране, в моем представлении, будет активно развиваться те продукты, которые не направлены на городское население, особенно крупных городов. То, что я знаю, я просматриваю периодически, там, в разных фокус-сообществах, что происходит. Люди не очень настроены на бизнес с регионами. Под регионами я понимаю далекие, удаленные точки от крупных населенных пунктов, потому что там как раз простой медицины, не очень все хорошо. И вот как в свое время министр Семашко решал эту проблему, так и нашим бизнесменам следует задуматься о возможности государства. То есть, это должна быть некая кооперация о предоставлении продуктов, направленных на охват населения. Все-таки даже в нашей стране много еще людей живет либо в небольших поселках, либо в деревенском контуре. И это требует, конечно же, какого-то определенного участия. Что касается крупных городов и крупных продуктов, то я довольно скептически отношусь к геномной медицине, потому что она должна быть и должна существовать. Но это часть, которая либо будет инкорпорирована в более сложные схемы, а, я знаю это по своему опыту, это обычно натыкается на необразованность врачей. Они, конечно, вежливо молчат, но когда мы говорим о том, что генетика должна быть сопряжена с такими-то фенотипическими тестами, потом нужно померить еще вот это, это же все-таки для физиологов или для биохимиков естественный процесс. Для врачей это довольно сложно. И не потому, что они не умные, а потому, что их по-другому образовали, и они по-другому мыслят. Поэтому здесь скорее наиболее растущий рынок у нас сейчас, я бы поставил образование медицинское. Вот те продукты, которые будут направлены на подготовку новых врачей, а это тоже продукты. Сначала надо образовать педагогов, потом эти педагоги должны давать какие-то симуляционные истории, задачи. Это некие программы компьютерные, их нужно научить работать с новыми инструментами, например, прикроватными тестами или какими-то сканерами миниатюрными со всем остальным. Вот эта индустрия может развиваться. И в конечном итоге будет работать на персонализированную. И, наконец, последнее, когда говорят о рынке персонализированной медицины, конечно, имеют в виду саму онкологию. Там это стало не декларативным, а императивным процессом, потому что онкологи... Ну да, подбираются сейчас уже, особенно с появлением таргетной иммунотерапии. Да, конечно, и диагностика процесса, и диагностика метастазов, и подбор второй и первой линии терапии. А у Сашубина использование альтернативных технологий. Там, безусловно, очень растущий рынок. И наши биофармацевтические компании, которые выпускают аналогичные препараты, они, наверное, будут делать то же самое, выдавая тесты на грамотные использования. Потому что они заинтересованы в том, чтобы показывать эффективность своих препаратов, а не просто продавать их где-то либо в розницу, либо в медицинским центрах. Какие еще области могут таким же образом развиваться, я пока не знаю. Потому что, повторяю, во многих областях речь идет о все-таки образовании. Вот если с таргетированными препаратами там удалось выработать жесткие алгоритмы, и спектр препаратов не такой большой, то вот в случае с соматическими заболеваниями это все гораздо сложнее. Там надо учитывать какие-то более сложные, вероятностные ассоциации между индивидуальной реакцией и назначением. Ну, думаю, что врачи не очень к этому готовы. Что еще важно, и что на самом деле, как ни странно, тоже спиралевидно, это возрастающий фон инфекций. Так называемые внутрибольничные инозакомиальные инфекции. Осложнение после обычных медицинских манипуляций в стационаре хирургических в основном, приводит к тому, что врачи начинают задумываться о специализированных и, так сказать, индивидуальных марках, подназначенных для подбора антибактериальных препаратов. Потому что, к сожалению, это пока не настолько... Но это тоже глобальная проблема, в общем-то. Это глобальная. Это не чисто российская. У нас это, к сожалению, возможно. И поэтому с темпы нарастания, темпы элиминации этих устойчивых бактерий... Мы же говорим о системе, об охвате, а не о конкретных госпиталях. Это вещи, которые... Ну, жизнь заставит, что называется, делать тесты на антибиотики. И я всегда, когда читаю лекции, я говорю о том, что самый первый пример персонализированной медицины это то, как больница делает тест на инфекции, если, например, возникает пневмония. Или, согласно клиническим рекомендациям, лечит всех, значит, какими-нибудь ципрофсоцином или ладофсоцином, потому что фифторхенолоны показаны. Но часто к этому уже бактерии оказываются устойчивыми. Да, и потом они меняют через 5 дней, или там через 3 дня антибиотик. В общем, теряется время, увеличивается... Ну, понятно. И так далее. А, к сожалению, и это чаще, чем раньше, если бактерия мультирезистентна, то пациент имеет большие осложнения. И это очень дорого потом. Так что тут сама жизнь диктует некие створы. И потом надо понимать простую штуку. Вот когда мы говорим о... Это к вопросу о определениях, о ясности мышления. Когда мы говорим о пацизионной или персонализированной медицине, мы на самом деле невольно имеем под этим много понятий. Это клиника, то есть условия стационарного поведения и лечения больного. Это поликлиника или уровень взаимодействия на уровне амбулатории. И это профилактика, которая либо связана с поликлиникой, либо происходит дистанционно, без задействования зданий и сооружений. Возможно, только с участием человека. Вот когда российские мудрецы разобьют это на четкие части, станет понятно, в каких местах будет расти рынок, и в каких местах нужно концентрировать свои усилия, в том числе и государственные, чтобы добиться максимального эффекта. Пока это не определено, вопрос поставлен некорректно. Спасибо большое за интереснейший разговор.